МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Леса в Сибири горят с июля. Сейчас их территория больше Бельгии. С огнем борются более 10 тысяч спасателей. В МЧС сообщили, за последние сутки ликвидировано около 70 пожаров. В то же время ГРИМПИ заявляет, площадь возгораний не уменьшилась. Вокруг Байкала, кругом горы, местность достаточно труднодостижимая. Вот такие вот особенности. Это неравнина. Здесь совершенно другая специфика работы. Приходится сбирать воду на Байкале, затем поднимать ее, переваливать через хребет. Это в районе полутора, около двух тысяч метров возить воду. Вот такая вот сложность. Горная местность. Около 30 тысяч гектаров леса уничтожено в испанской провинции Сегови. Это недалеко от Мадрида. Пламя распространилось на территорию национального парка. Именно этого ранее пытались не допустить власти. Никто не пострадал. Предварительная причина возгорания – сильная жара. От нее, к слову, страдает и Япония. В Токио и ее окрестностях сейчас стабильно выше 31 градуса по Цельсию. По официальным данным, за последние две недели погибли 57 человек. Почти две тысячи попали на больничные койки. Высокие температуры стали головной болью для Оргкомитета Олимпиады 2020. Специалисты опасаются, что если такая же жара будет и в следующем году, то это может нанести угрозу здоровью спортсменов и болельщиков. Думаю, в следующем году будет так же жарко. В прошлом температура воздуха поднялась до 41 градуса. Это все из-за изменения климата, глобального потепления. Власти должны подумать, как все устроится Олимпиадой. Слышал, что соревнования будут проводиться рано утром, когда будет не так жарко. Надеюсь, что у правительства есть стратегия. Спортсменам, особенно марафонцам, будет очень тяжело. А волонтерскому составу еще сложнее. Ведь они будут целыми днями находиться на улице. По данным специалистов, Токио страдает от так называемого эффекта теплового острова. То есть концентрация тепла в городе не позволяет ему охлаждаться ночью. Тем временем Восточная Азия страдает от дождей. В китайском Хубэе наводнение смыло в ущелье туристов. Погибли 13 человек, более 60 удалось спасти. В регионе сейчас самый высокий уровень опасности. Власти об этом предупреждали. Однако туристы, похоже, это проигнорировали. Похожая ситуация в Индии. Страна по-прежнему в власти мусонов. Наводнения и оползни унесли жизни более 120 человек. Последние погодные рекорды вновь обострили споры о глобальном потеплении. Июль 2019 года назвали самым жарким месяцем в истории. Но, несмотря на все катаклизмы, скептики упорно стоят на своем. Все это в истории уже было, и потепление сменится похолоданием. Между тем, по последним исследованиям швейцарских ученых, происходящее сейчас не имеет аналогов. Это значит, что очередной период потепления по холоданиям может и не смениться. Как объясняют экологи, в доиндустриальную эпоху главным фактором, влиявшим на изменение климата, была активность вулканов. Изменения же, которые происходят сейчас, выходят далеко за пределы естественных колебаний. Все-таки хочется верить в лучшее. Да, согласна. Спасибо, это была Асем Хасен Казы.